Житель Самары Андрей Вожев восстанавливается после того, как буквально вернулся с того света. Рассказывает, что в ночь на 9 марта он начал испытывать тяжелые давящие боли в грудной клетке, ближе к утру вызвал скорую помощь. Его госпитализировали. Врачи поставили диагноз «острый коронарный синдром». Это снижение кровотока в артериях, из-за чего часть сердечной мышцы не может функционировать. Андрея направили в приемный покой, а через 5 минут случилась остановка сердца. Я помню, только в приемном покое меня заносили все. Что в приемном покое было, я не помню. Просто свет выключили и включили. Даже я не могу сказать, чтобы выключили. Вот как включили, я точно помню. Для Андрея прошла секунда, а для врачей почти час. Около 50 минут реаниматологи боролись за жизнь пациента. Ему констатировали клиническую смерть. Обычно сердечно-легочная реанимация проводится в течение получаса. Если за это время не наблюдается положительной динамики, человек умирает. Но Андрею повезло, его спасли. Реаниматолог видел появление ритма сердца, поэтому продолжал реанимировать. Проблема у пациентов, которые пережили клиническую смерть, особенно вне больничной, либо длительной реанимационной мероприятии, которые протекали в стационарных условиях, это остаточный грубый неврологический дефицит. А здесь уникальный случай в том, что струбительные реанимационные мероприятия окончились успешно в том плане, что пациент полностью восстановился. В последний раз подобное случалось в больнице Середавина 8 лет назад. Пациент перенес 40 минут реанимации и вернулся к обычной жизни. Как правило, после длительной кардиореанимации больным не удается восстановиться полностью. Возникают ухудшения ориентации, нарушения речи и мышления. Когда останавливается сердце, как случилось у него, страдают все органы. И в первую очередь это головной мозг. Но благодаря вот этим героическим усилиям и, конечно, как бы фортуне, в общем-то, человек выжил. Врачи уверены, что если бы Андрей вызвал скорую помощь сразу, как только почувствовал боль, клинической смерти удалось бы избежать. Мы бы его сразу взяли на стол, прооперировали и все. Но здесь он немножко, как у нас, к сожалению, мужчины делают неправильно. Зачастую мужчины у нас такие, они терпят. Не надо терпеть, когда есть боли в грудной клетке. Андрей провел в больнице 12 дней. Сейчас его состоянию ничего не угрожает. Он готовится к выписке и дальнейшей реабилитации. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.